Всем привет! У нас сегодня понедельник. Я уже отвезла сейчас детей, заехала уже даже в магазин, где я работаю, закупилась немного необходимое. И сейчас зайду домой. Замвел у нас сегодня остался дома. Они что-то по второму кругу пошли. Недавно все выздоровели, чуть-чуть так проболели и выздоровели. Потом в четверг, по-моему, вечером, и Лео начал опять сопливить. Ну, тоже так слегка. Я его все равно в школу отправила, и нормально он себя чувствовал. Просто вот сопельки были. Вот не стала опять дома оставлять. И вчера мы тоже целый день были дома. Я ничего не снимала. Думала утром. Слава проснулся, сказал, что плохо спал. Короче, дома, говорит, я останусь дома. Ищи сама с детьми в церковь. Там ему еще дела дома надо было делать. И это... Я думала, 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 думала. Уже чуть хотела ехать. И потом вот что-то внутри. Думаю, нет, останусь. Во-первых, снег валил. И дороги были... А мне это по автобану надо ехать. Немножко было страшновато. Поэтому я все-таки решила остаться дома. И слава Богу. Вот хорошо, что я послушала свой внутренний голос, что вот что-то мне не давало вот ехать. Потому что потом где-то нам надо было в 11 выезжать. И в 12 часов где-то... Смотрю, замы лежит, лежит. Льюис уже оделся, вышел на улицу. Снег, это замыль. Он первый выбежал, вылетел. Он только снег увидит. Чуть-чуть припорошит. Он уже одевается и идет на улицу. Это замыль у нас такой. А тут он лежит на диване под одеялом. Смотрит телевизор. И что-то такой тихий, спокойный. Я говорю, все хорошо. Да, я просто устал. Я плохо ночью спал. Хотя он хорошо спал. И думаю, что-то не то с ним. Особенно когда Льюис уже вышел на улицу, а замыль нет. Вот тогда я подумала, что-то с ним не то. Обняла его, целую его. А у него он горячий. Короче, у него была температура. Почти 39. 38,9 было. И он весь день вот так пролежал. Думаю, как хорошо, что я не поехала. А то бы там в церкви, короче. Ну и потом мне еще мама написала, что в этом городе, где я в церковь. Мама была там, она говорит, что было очень-очень скользко, гололед. Поэтому хорошо, что я не поехала. Вот. Так что замыль у меня сегодня дома. Ну, у него, короче, он пролежал. Я ему долго не давала норуфен, потому что, чтобы организм сам боролся. Думаю, сколько он сможет выдержать. Ну, он лежал спокойно, не бегал, не прыгал. И больше температура так не поднялась. Больше 38,9. Ведь она потом начала, я ему давала много пить. И она потихоньку сама снижалась. До 38,2, по-моему. Но на ночь я ему все равно. Я всегда так делаю. Днем я жду, смотрю, чтобы немножко... Не сразу даю этот... Конечно, если они уже никакие, тогда я не смотрю, какая температура. Если 38, они уже убиты. И вообще вижу, что плохо ему. То я ей даю и в 38, это жаропонижающие. А так как он нормально был, лежал, и терпимо было, и это самое. Я до вечера, короче, мы бы дотерпели. Дождались. И на ночь я ему дала все-таки норуфен. У него было 38,2. И он очень хорошо проспал. Утром проснулся в 36,8. Но я его все равно оставила дома. Потому что бывает, что утром хорошо. В течение дня опять поднимается температура. Поэтому я его оставила дома. И вот что мне это самое... Ну как, не пойму почему. У него от чего температура. У него ни соплей, ни кашля, ничего не болит, ни ушки, ни горла. Ничего, абсолютно. Вот просто температура. Вирус, видать, такой, я не знаю. Вот просто температура. Ни животик, ни болит, ничего не болит. Поэтому не знаю, короче, что это. Ну, сегодня он встал и позавтракал даже. Потому что вчера он ничего кушать не хотел. Ну, из-за температуры, понятно. Я его только пить давала ему. И яблочко он за весь день съел. Не, позавтракать он еще позавтракал нормально. А он еще до 11, до 12 он был нормально. Бегал, все хорошо. А потом лег и просто лег на телевизор смотреть. Я думаю, ну, просто так, наверное. А потом, когда уже Льюис вышел на улицу, а он нет, я думаю, что это уж точно. Что-то ненормальное с ним. Вот точно была температура. Поэтому посмотрим. Я надеюсь, если сегодня целый день не будет температуры. Он проснулся, хорошо, ну, бодрый такой. Я говорю, все равно оставайся дома сегодня. И посмотрим, если целый день не будет температуры, то завтра пойдет в школу. У них сейчас последняя неделя. До четверга. В четверг у них последний день. И потом каникулы. Рождественские две недели. Поэтому у нас снега вчера выпало. Столько много, так классно было вообще. Такая красота. И хорошо, он не быстро растаял. Многие писали, что у них растаял тут же или таял. У нас он продержался до сегодня еще. Вот сейчас я выйду, покажу вам. Правда, тоже уже немножко подтаял. Вчера намного больше было. До Слави даже пришлось двор тут чистить снег вечером. Но очень-очень красиво было. Но, к сожалению, поднимется температура до плюс 12 на этой неделе. На следующий понедельник будет этот рождественский вечер. Понедельник, рождество. Ой, вторник. И будет плюс 10 ночи, плюс 12 днем. И дождь. Самое, что противно. Ой, блин, аж плакать хочется. Вот неделю бы позже был бы этот снег. Хотя бы один день на рождество. Ну, ничего не поделаешь. Как будет, так будет. Главное, чтобы все равно было у всех хорошее настроение, когда будем справлять. Я думаю, так и будет. Елочка, украшения в доме. Мою маму будем справлять. Так что все хорошо. Сейчас я пойду домой. Мне надо запаковать плотно, хорошо запаковать подарок. Две посылочки отослать. Одну вот выигрышем, а другую еще кого-кому. Вот, две посылочки отошлю. Сейчас сразу же до обеда еще. И все. А, еще сегодня буду печь прянички. Это я уже сто процентов. Самулю пообещала. И сейчас, когда на это зашла к себе на работу, закупалась и уже ухожу с кассы. И мне начальник говорит, я думала, ты мне прянички принесешь. Я говорю, я сегодня только печь буду. Я говорю, ну, в этом году как никогда. Обычно я уже к первому адвенту, ну, вот за две недели, за четыре недели раньше, уже начинаю печь. И в течение вот этого времени всего, до вайнах, до Рождества, я раза три-четыре пеку. А тут я еще, ну, вообще у меня не доходили руки до печь. Поэтому сегодня я обязательно, обязательно хотя бы один сорт спеку. И пообещала тоже начальнику. Я говорю, в среду, если, говорю, останутся еще у нас. Он говорит, один-единственный, один пряничек только. Я говорю, ага, сейчас. Один. Я говорю, я тебе принесу обязательно. Он тоже болеет капитально. Он уже в субботу, говорит, все горло заложено. Вот это воспаление этих гландов воспалились, короче. Больно разговаривать было. Ой, я говорю, что ты, говорит, что ты не... Он тоже не... Вот как мои дети. Недавно проболел. Ходился, сопливил, чихал на работе, все. И как-то вот так вот заглушил вроде. И вот две недельки не прошло. И он опять еще сейчас намного хуже. Я говорю, и будет, что вот на празднике два дня вот эти в войнах. Рождество, 25-26-е. 24-е он еще работать будет, когда вот у нас до двух часов магазин открыто. 24-го и потом рождественский вечер. Вот. И он это еще работать будет. И я говорю, эти два дня, я говорю, вот как раз когда ты придешь, ну как, спокойно станет, или как сказать, в суровый комс. Я говорю, потом у тебя все вот это вот вылезет, и ты будешь лежать пластом. Я говорю, классные будут у тебя праздники. А что мне делать? Я говорю, ну что делать? Я говорю, другие же тоже идут, болеют, это самое. Конечно, не все, я тоже иду. Главное, чтобы температуры не было. Но у него это уже который раз подряд. Ну ладно. Сейчас покажу вам, как на улице у нас красиво. Уже, правда, потаял. И тает дальше. Сейчас все, уже пошла температура наверх. Плюс сейчас плюс 2, и потом будет все теплее и теплее каждый день. И будет плюс 12, и будет тепло. Такая зима. Смотрите, какое небо классное. Ух ты, вот это класс. Ты сейчас только заметила. Небо чистое становится. Вчера сера, сера было. Вот смотрите, сколько у нас снега. Навали, вот это вот Слава вчера чистил здесь у нас двор. Эти маленькие дороги вон все. Еще скользко. Накатанный такой снег. А большие, главные дороги, я сейчас отвозила Люиса и Леона, были в свободные. И не скользко, не прямо. Некоторые машины стоят еще в снегу. Но сейчас не видно здесь. Вот так зима. К сожалению, один день только. Вот столько снега. Слава почистил вчера. И тепло. Плюс 2 сейчас. Ветра нет, вот что самое хорошее. Хотя бы вот так вот было бы на это Рождество. Мне вот на Рождество и Новый год снег, и больше потом мне не надо. Ну и ради детей, конечно, хочется, чтобы подольше было, чтобы они тоже радовались. Хотят на санках кататься. Замуль бедный вчера, пока еще температуры не было. Он, мама, сколько сейчас сантиметров? Сколько сантиметров? Говорит, как будет там 10 сантиметров снега? Говорит, мы пойдем на санках кататься. Ага, не тут-то было. Слег бедненький. Сейчас зайду, посмотрю, как он сейчас себя чувствует. Вот такая красота. Мои закупочки. Купила туалетную бумагу с таким зимним таким мотивом. У нас сейчас по акции было. Не помню, сколько. Потом купила такой рождественский цветок, наконец-то. С блестками. Поставлю его сейчас в зале, наверное. Ну и здесь эти салфетки, эти косметические. Потом хлеб. Ну, такое все помелчала. Вот спирт купила Славе для камина. Сказал, чтобы купила. Сейчас еще поеду на почту. Отвезу две посылочки. Потом мне надо будет еще это. Вот это я еще доложу в подарок, который я розыгрыш делала. Потому что у меня там в коробочке место осталось. И надо его заполнить. Я докупила еще вот такие вот печенюшки шоколадные. Немецкие хлеб с кухом. Вот. И такого десморозика. Томатную пасту купила. И опять у нас... Я почему вообще поехала? Там колбаса еще на хлеб, который дети берут на школу и саллы на работу. И вот это масло у нас опять. Это наше любимое. Мы его всегда берем, когда акции замораживаем. Я вот пять взяла. Пять штук. Вот. Оно стоит два... Нормальная цена у него 2,19 или 2,20. А сейчас за евро 59. А в Реве тоже на этой неделе тоже акция. Ну, на евро 69. Поэтому я пять штук взяла. И моя коллега на кассе говорит, ой, мне тоже надо взять. Ну и все. Там молоко еще. Напитки. Не напитки. Одну взяла. Это суп за мной заказала. Томатная паста. И все. По мелочям, короче. Еще в Реве поеду. Там надо будет яблочный этот. Лимонад взять. То, что мы всегда берем детям. И что-то мне еще надо было там записала себе. И все. И потом буду печь. Еще варить обед надо. Вот. Опять я в машине. Все это приготовила. Я имею ввиду эти посылочки. Запаковала. Заполнила. Все эти. Ну, потому что надлеивать адресы. Это все. Я это все делаю всегда онлайн. Чтобы просто прийти на почту, отдать и все. Запаковала. Закрыла. Адрес. Адреса. Распечатала. Ну, в кофе-дуре все задала. Распечатала. Заплатила. Через PayPal. И все. И просто отнесла. Отдала. Мне дали вот такую вот бумажку. Чтобы можно было отслеживать. Посылочка, кстати, в Украину пошла. Маша с Украины. Так что я очень-очень-очень надеюсь, что каким-то отчетом еще до Нового года придет посылочка. Постаралась быстро. Вот сейчас время у нас еще десяти. Нет. Девять пятьдесят шесть. Полдесятого я уже отнесла. Я сейчас еще в магазин в Риво заезжала. Еще докупила кое-что. Ну, мелочь. Там не будет, потому что показывают все напитки. Что-то еще забыла. Только закупилась, уже забыла, что купила. Мы с мамой тут переписываемся. Так что такие дела. У зама, или слава Богу, пока все хорошо. Нет температуры. Надеюсь, весь день так и будет. Что потом это... Завтра мы в школу пойти. Они сегодня как раз разыгрывают... Не разыгрывают, а подарочки все в понедельник. Вдут на тоннеделе в понедельник. Они все сдали подарочки свои. Каждый там должен был на три или... От трех до пяти евро подарочек какой-нибудь сделать, атаковать и сдать в классе. И сегодня они будут вытягивать, кто какой подарок получит. Так что жалко. Ну, он придет в школу, получит свой подарок. Его подарок тоже будет подарен. А он тоже получит. Ничего страшного. Главное, чтобы выздоровела. Сейчас приеду домой. Быстро сготовлю обед. Надо это... Хочу... Я достала там ножки куриные. С картошкой, с капустой. Буду потушу немного. Немного. Ну, потушу картошку, короче, с мясом и с капустой. Это будет наш обед. И потом быстро начну печь. Надеюсь, успею до того, как за Льюисом ехать. Слава сегодня леву насоберет. Мне только за Льюисом придется ехать. Надеюсь, что я успею до этого времени все. И сварить, и спечь. Просто небо опять затянулось. Только что солнышко светило. Как зашла в магазин, вышло уже все. Небо все в тучках. Ну, обещаю, дождик. Дождик будет сегодня. Хоть бы снег сначала растаял, а то я представляю, как уголовил путь. Ладно. Потом переключимся. Еще в русский магазин, каким словом, съездить. За капустой и за печеньки хочу. Крекеры купить такие. Ой, такой рецепт я видала. Торт за одну минуту. Там просто вот эти крекеры, печеньки. Ну, потом покажу. Насыпаются в кастрюлю. Ой, в чашку такую. И смешивается сгущенка со сметаной. И заливает, заливаются вот эти вот печенюшки. И плотно вот в такую форму, вплотно, короче, прижимается. И в холодильник. Я не знаю. Ну, там стоит на сколько часов. Это я в одноклассниках увидала случайно. У меня в ленте было. Мне прям так захотелось. И дети такое любят. Я, конечно, чуть-чуть совсем попробую. Но дети Слава такое тоже любят. Слава, конечно, не знаю. Он не очень напеченый. Ему лучше мясо, 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 мясо. Он печеный не очень. Печенюшки любит. Такое, думаю, маленькое. А вот торты, пироги. Вот это вообще не его. Кроме творожный пирог. Вот это он любит тоже. Вот. И яблочный он любит. Шарлотку. Вот. И очень-очень быстро и легко. Я сметану с сгущёнкой замешал. Залил эти печеньки. Поставил в холодильник. Оно застывает. И потом режется как торт. Ну, ложечкой его кушать. Ну, конечно, не так прям, как можно кусками прям есть. Но ложечкой. И вроде очень вкусно. Я представляю, что вкусно. Потому что печенюшки, они такие соленоваты немного. И вот это сладкое. Прочтая диета называется. Всё. Я пошла к моему ребёнку. Пошла обед готовить. Время, правда, только 10. Ещё рано. Ну, ничего. Или я тесто сначала сделаю на печеньки. Они нас завезут. Завезут. Всё равно должно ещё стоять в этом холодильнике. И сварю потом обед. И потом буду печь. Во. Вот так я их делаю. Всё. Потом переключимся. Мы с Славой уже приехали. Ой, что-то я разумно не посмотрела в холодильник на себя. В зеркало. Приехали с Славой только что с русского магазина. Короче, сегодня всё. Закупились наконец-то. Не наконец-то, а не планировали. Но так получилось. Я была в нету, в рейла. И сейчас ещё в русском магазине. Поехали мы только за чем? За тремя вещами. Ну, набрали, конечно, опять. Сейчас я вам покажу. Купили две дыньки. Слава никак не успокоится. Но они действительно. Мы уже третий раз берём. В течение двух недель. Такие сладкие. Вот как летом. Вот точь-точь как летом. Я не знаю, откуда они. Вот в русском магазине. Мы брали в турецком магазине. И вот в русском. Они одинаково. Ну, такая вкуснятина. Спелые. Очень-очень-очень вкусные. Сладкие. Вот. Ну, как летом, я говорю. Две штуки взяли. Одну на Новый год оставим. Одну на Пождество. Потом взяли вот такой вот ящичек с мандаринками. Два-три килограмма. Не знаю, сколько стоит. Слава брал. Спекла я сегодня эти прянички. Должны ли они быть совсем по-другому? Сейчас покажу. Должны были выглядеть вот так. Вот. Вот эти вот звездочки. Я звездочки именно пекла. Две между... Ну, короче, их надо между собой слеплять. И посередине мармелляда. Это варенье лишь мажется. Я все, когда я начала выдавливать, все у меня было вот точно так же выглядело. Ну, когда они спеклись, они у меня расползлись. Дырочки практически у меня заплыли. И получились просто коржики. Вот такая вот ерунда у меня. Ну, не ерунда, они очень вкусные. Дети едят без перерыва. Вот эта чашка была полная. Сейчас осталась на донышке. Вот. И, короче, ничего у меня не получилось. Я снимала рецепт, но я его не буду выставлять, так как у меня не получилось. Я очень расстроилась. Завтра придется мне... Не придется, я все равно еще хотела еще другой рецепт печь. Другие прянички буду завтра печь. Потому что я и пообещала начальнику, что принесу ему в среду старую пряничку. Так что жалко, не получились у меня вот эти вот. Мне очень-очень жалко. Потом купили... Слава себе взял зефир. Не люблю. Слава любит зефир. Семечки взяли. Потом взяла вот эти крекеры. Вот. Ручка магазина. Ой, громко-громко. Вот крекер, буковки. Буду с них тортик делать. Я уже говорила. Со сгущенкой, со сметаной. Очень-очень быстро стоит тортик за одну минуту. Леон, для фельдосорунда. Он сидит, грызет эти прянички. Вот. И что я еще хотела сказать? На этом буду прощаться. Вроде так, нормально день прошел. Много, конечно, моталось. Моталось, моталось. С самого утра до самого вечера. Вот сейчас только приехали. Время 5 часов. На улице темнота. Но все было нормально, кроме расстроилась с этими печенюшками. Съедобные. Вкусные, но они вкусные очень. Но не то, что надо было получилось. Пекла одно, получилось все другое. Не знаю, что я не дружу с таким тестом. Мне уже один раз так было, что я пекла, и у меня все расползлось. И сейчас опять так же. Муки опять мало взяла. Хотя по рецепту все делала. Видимо, зависит от муки. Завтра буду еще печь. Поснимаю. Покажу вам еще какой-нибудь рецепт. Но этот я не буду вставлять, потому что, как я уже сказала, ничего не получилось. Вот такая вот я. Разучилась печь, можно сказать. У меня булочки получаются. Такое вот все. А вот печенюшки что-то я разучилась. Не знаю. Надо будет, если уже и завтра у меня не получится рецепт, тогда я буду печь то, что я в каждый год пеку. Все. На этом буду прощаться с вами. Спасибо всем огромное за просмотр. Спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши лайки, за подписки, за то, что подписываетесь. Всем огромное-огромное спасибо. Мне очень приятно. И до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok